МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала «Алматы новости» в студии Диас Махамбетов. В начале о главном к этому часу. Изменения в Конституции, усиление роли парламента, создание новых областей и не только. Какие еще инициативы новой программы политических реформ озвучил Касымжом Артукаев и как скоро начнется их реализация? В первые годы нашей независимости у нас был такой орган. Я считаю, что нам нужен такой орган. Трое погибших и один раненый. Полиция задержала подозреваемого, открывшего смертельный огонь в одном из микрорайонов Атырау. В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса. Самая масштабная с момента начала пандемии. Последние новости об эпидситуации в стране и в мире в этом выпуске. Нужно отказаться от чрезмерных президентских полномочий и усиливать роль парламента. Такое заявление сделал Касымжом Артукаев. Сегодня в стенах парламента глава государства выступил с посланием народа Казахстана. Речь президента длилась почти полтора часа. За это время он озвучил новые политические реформы. В их числе выборность Акимов через маслякаты и упрощение процедуры регистрации партии. Он также сообщил о создании сразу трех областей. Абайской, Житесуйской и Улутауской. Об основных инициативах главы государства Ануар Мангельдинов. Своё послание казахстанскому народу президент начал с январьских событий. Касымжом Артукаев напомнил, что наша страна и народ столкнулись с большим испытанием, преодолеть которое удалось благодаря единству. По его словам, следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в режиме секретности. При этом он заверил, что все виновные в алматинской трагедии понесут наказание, несмотря на занимаемые должности и позиции в обществе. При этом лица, совершившие серьезные преступления, в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому, пойти навстречу крикунам, провокаторам-популистам, значит придать память невинно погибших. Президент уверен, что прогресс Казахстана напрямую зависит от процветания регионов. Потому в административно-территориальном делении необходимы преображения. Положительный пример тому разделение Шимкента и Туркестанской области, отметил глава государства. Поэтому для дальнейшего развития регионов принято решение о создании трех новых областей. Предлагаю создать Абайскую область в Семипалатинском регионе. Город Семей станет центром новой области. Я считаю, что жители региона давно говорят об этой проблеме. Сейчас там есть ряд нерешенных проблем. Например, внутренняя инфраструктура региона достаточно изношена. На территории бывшей Жизказганской области необходимо создать Улутавскую область. Город Жизказган снова станет областным центром. Создание самостоятельной области в этом регионе – важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане. Проблем с алматинской агломерацией много. Учитывая эти и другие моменты, предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Житусуская и Алматинская области. Центр Житусусской области будет Талдукурган, а Алматинская – Хапшагай. Этот город президент страны предложил переименовать честь Динмухамеда Кунаева. Решение глава государства оставил за народом. Имена нашего великого народа и его фундаментальные традиции необходимо воссоздать в сознании будущих поколений. Потому Хасмжумар Тукаев предложил создать новый общественный институт – Улт-Тк-Рултай. Он станет связующим звеном между правительством и народом. А для оказания юридической помощи гражданам президент поручил создать Конституционный суд. Конституция является опорой всей правовой системы. Но сложно ответить на вопрос о том, соответствуют ли законные акты или определенные решения тому, что написано в Конституции. В Казахстане различные правовые нормы объясняются Конституционным советом. Но граждане не могут напрямую обратиться в совет. Во многих странах имеется институт Конституционного суда. Туда может обратиться любой гражданин. В первые годы нашей независимости у нас был такой орган. Я считаю, что нам нужен такой орган для того, чтобы эксперты следили за сохранностью норм Конституции. В ходе выступления президент анонсировал 30 изменений в Конституцию, которые поспособствуют изменению политической системы и административно-территориальной структуры страны. Верховенство права – это независимость, прозрачность и профессионализм судов, подчеркнул глава государства. Ануар Амангельдинов, телеканал «Алматы» при поддержке телерадиокомплекса президента. На заявление Касым Шамар Татукаева о переходе от суперпрезидентской республики к президентской с сильным парламентом отреагировали депутаты Мыслихат Алматы. В своем послании народу Казахстана глава государства сказал, что эта инициатива позволит переформатировать порядок формирования и функции Сената. К примеру, президентская квота при назначении депутатов снизится с 15 до 10 мест, сообщил президент. Мысли, в свою очередь, станет не просто рассматривать законопроекты, а принимать законы. В избирательной системе Нижней палаты и парламента будет внедрена смешанная система формирования. Мое личное мнение очень положительное. Это идет все в курсе ранее заявленных президентом реформ политических. Мы, как депутаты Маслихата, приветствуем данные изменения, данные, мы считаем, улучшения системы принятия решений. Среди важных заявлений президента и то, что теперь Акимы областей и городов республиканского значения будут назначаться на альтернативной основе. На роль главы региона должны будут претендовать не менее двух кандидатур. Это, по мнению главы государства, усилит роль и полномочия Маслихатов. На представление Маслихата президентом будут выдвинуты две кандидатуры, из которых Маслихат будет выбирать. Это очень будет интересно и, наверное, все-таки это даст большой толчок в развитии регионов, в частности нашего региона, как город Алматы. То есть сами практически жители города в лице депутатов Маслихата будут иметь выбор между Акимами. За почти три года своего президентства Касым Шамартукаев озвучил и реализовал ряд политических инициатив. В их числе создание Национального совета общественного доверия, выборность Акимов в сельских округов, новый закон о мирных собраниях и снижение порога для прохождения партии в Можилис. Подробнее о реформах, предложенных главой государства и их влиянии на развитие страны, материал Дамиранитова. Первой и главной инициативой Касым Шамартакаева с момента вступления в должность стал указ о создании Национального совета общественного доверия при президенте. Тем самым глава государства продемонстрировал свою принципиальность, приступив к выполнению инициатив, озвученных им во время выборов. Это, в частности, обеспечение открытости между властью и народом. Власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами, не обещать, а делать. Такого правила должны придерживаться все члены правительства и Акимы. Для меня, как президента, самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех наших граждан. Еще одной значимой инициативой президента можно назвать прямые выборы Акимов сельских округов. Такой практики, когда народ сам выбирает руководителей, не было за всю новейшую историю Казахстана. Голосование проходило в прошлом году. В 14 регионах Казахстана люди выбирали из более чем 2000 кандидатов в 730 Акимов. Жители сел продемонстрировали максимальную явку. Свой, как говорится, местный был, больше, конечно, мы будем ответственность, чтобы наш человек, знающий население. Ну, думаем, что это хорошо, хоть люди будут знать своего Акима в глаза, то есть видеть, а то выбирают так, что мы даже слышим только. А так мы уже будем знать, какой он есть, мы же живем вместе в селе там или где-то, то есть знаем, хорошее у него, как он может организовать поселок нас содержать. По инициативе президента в Казахстане впервые ввели 30-процентную квоту для женщин и молодежи в избирательных списках. Эти нормы стимулируют активный приход данных лиц в политику. Разработка нового закона о мирных собраниях, также личная инициатива Касым Жомар Токаева. Однако при условии, что демонстранты не преследуют цель нарушить покой граждан. По мнению политолога Исинжола Альярова, озвученные сегодня реформы, продолжение начатых президентом инициатив еще в 2019 году. Все инициативы, которые были высказаны президентом нашего государства, это было начало политических реформ, о котором он заявлял. Это бесспорно его концепция слышащего государства. Это начало всех политических реформ, на самом деле, чтобы это была взаимная связь между обществом и государством. Во-вторых, в рамках этого слышащего государства это разрешение на проведение митингов и собраний без получения разрешения, только уведомительного характера. Выборы сельских акимов. Естественно, это был прообраз будущих выборов. Снижение порога для прохождения партии в Мажелиз, введение графы против всех, концепция местного самоуправления, стимулирование благотворительной деятельности. И это лишь малая часть политических инициатив, изданных президентом, которые доказали свою эффективность и нашли положительный отклик у народа. Дамир Анитов, телеканал Алматы. И к другим новостям. Полиция задержала подозреваемого, открывшего огонь в одном из микрорайонов Атырау. По информации областного департамента полиции, в результате стрельбы были убиты двое парней 95 и 99 годов рождения. Еще один молодой человек был доставлен в больницу с огнестрельным ранением. В ходе оперативных работ неподалеку от места происшествия полицейские нашли еще один труп мужчины. Предполагаемым стрелком оказался уроженец Мангистауской области, 1993 года рождения. Стражи порядка выдворили его в изолятор временного содержания. Инцидент произошел на почве личных разногласий, говорится в сообщении. Досудебное расследование ведется по статье «Убийство». Крупную партию марихуаны изъяли у жителя Восточно-Казахстанской области. Примечательно, но распространителя полицейским выдал покупатель. Мужчина передал правоохранителям сверток с наркотиками весом более 10 граммов, которые приобрел у злоумышленника за 60 тысяч тенге. При обыске у подозреваемого обнаружили 4 полимерных свертка с марихуаной. Задержанному грозит от 6 до 12 лет лишения свободы. В Китае произошла новая вспышка коронавируса, мощнейшая с момента начала пандемии. В стране зафиксирован резкий рост заболеваемости стелс-омикроном. Он, по словам ученых, более заразен, чем омикрон. Больше тысяч инфицированных выявлены в десятках городов Поднебесной. В КНР не стали менять свою традиционную политику и снова ввели ряд ограничений. Тем временем, Всемирная организация здравоохранения продолжает объяснять необходимость вакцинации от ковида. Наш организм универсальный, но сложный. Когда организм подвергается воздействию нового вируса, такого как коронавирус, иммунная система активируется. Первой и наиболее быстрой реакцией является выработка антител. Развивается реакция запоминания. Так что в следующий раз, когда организм увидит тот же вирус, он сможет реагировать намного быстрее. Но стоит отметить, вакцина – это более безопасный путь стимулирования иммунитета. Коротко об эпидситуации в Казахстане. В пяти регионах страны не выявлено ни одного нового случая заражения ковида. Нулевая заболеваемость за сутки наблюдается в Алматинской, Жамбылской, Казлардинской, Мангюставской и Туркестанской областях. В Алматы ситуация сравнительно хуже – 32 подтвержденных диагноза. В три раза меньше пациентов в столице. Все города и регионы находятся в зеленой зоне. Напомню, на днях главный санврач страны сообщила об отмене большинства карантинных ограничений. Казахстанцам больше не нужно использовать приложение АШИК, соблюдать социальную дистанцию и проводить проверку температуры. Эти правила действуют в городах, находящихся в благоприятном сегменте. И на этом наш выпуск завершен. Не пропустите вечерний выпуск новостей в 19.30. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok